Подробнее о визите, а также итогах прошедшего в Баку Азербайджано-Российского межрегионального форума мы поговорим с политологом Зауром Мамедовым и старшим научным сотрудником Центра полсоветских исследований Института экономики Российской Академии наук Андреем Девятковым. Здравствуйте, добро пожаловать к нам в студию. Спасибо, здравствуйте. Состоялась уже вторая за месяц встреча президентов Азербайджана и России. Ильха Малиев и Владимир Путин проводят переговоры регулярно. Как вы охарактеризуете нынешний уровень отношений между странами? Андрей Владимирович, слово вам. Наверное, то, что между этими встречами пролегает не больше месяца по времени и президенты, скажем так, оказывают друг другу гостеприимство на взаимной основе, показывает действительно стратегический уровень наших взаимоотношений. С другой стороны, показывает те открытые возможности и те риски, которые существуют в регионе. Наверное, здесь одно из вех стоит назвать подписание Каспийской конвенции, которые открывают новые возможности по повышению инвестиционной привлекательности вообще Каспийских государств, разработки Каспийских нефтегазовых месторождений. Также существуют, естественно, риски, которые стоит обсуждать. Это риски, связанные с Карабахским конфликтом. Поэтому, в принципе, двум президентам явно есть что обсудить. И при этом, как мы видим по достигнутым договоренностям, в частности, между Сакаром и Роснефтью, там есть, ну, как дипломаты выражаются, субстанциальные договоренности. Господин Ломедов, ваше мнение по этому вопросу? Мы видим, как российско-азербайджанские отношения за последние годы как развиваются. И если рассмотрим исторически российско-азербайджанские отношения, то увидим, что никогда между двумя народами, между двумя государствами не были столь теплые отношения, чем сегодня. Это, конечно же, в первую очередь зависит именно от политики глав государств. И Владимир Путин, и Илхам Алиев. Они понимают, что должны, учитываясь национальные интересы обоих государств, и при этом учитываясь и свои национальные интересы. Несмотря на то, что график президентов очень напряженный, но они нашли время, встретились второй раз уже за сентябрь. Мы знаем, что после Баку оба президента полетели в Душанбе. Они могли в Душанбе встретиться и обсудить вопросы. Но были в Баку обсуждены очень важные вопросы, результаты которых в ближайшем будущем мы увидим. Важным вопросом остается по-прежнему урегулирование армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. По этому поводу ждать ли каких-то изменений в ближайшее время? Андрей Владимирович. Ну, конечно, внутриполитические изменения в Армении, они приводят к тому, что, естественно, это влияет каким-то образом и на Нагорно-Карабахский конфликт. И, наверное, с очень большой опаской лично я наблюдаю, как на линии соприкосновения снова звучат выстрелы, снова есть жертвы. Все международное сообщество смотрит с очень большой опаской на перспективы дестабилизации, ремилитаризации конфликта. И, наверное, то, над чем сейчас работают все международные посредники, в частности, на площадке Минской группы ОБСЕ, это то, чтобы вернуть обе стороны за стол переговоров, чтобы все-таки переговоры перешли на высший уровень, где бы можно было достигнуть неких договоренностей о прекращении огня, о возобновлении политических переговоров в соответствии с мадридскими принципами, в соответствии с достигнутым, существовавшим ранее форматом переговоров. Но мы надеемся, что, в частности, при посредничестве России ОБСЕ все-таки будет достигнута какая-то нормализация ситуации. Президенты Азербайджана и России придают особое значение расширению гуманитарного сотрудничества. Андрей Владимирович, во время пребывания в Баку, как вы оцениваете уровень развития русского языка в нашей стране? Мне кажется, что стоит, на самом деле, сказать особенно о том, какие усилия придает азербайджанское правительство поддержанию статуса русского языка на территории Азербайджанской республики. Какое большое количество школьников, студентов до сих пор учат предметы на русском языке. Собственно, многие и технические науки преподаются на русском языке. И недавно была правительственная программа двухгодичная по интенсификации обучения русскому языку. Конечно, все это не может не вызывать позитивных ощущений. Страна уникальная с точки зрения культуры, истории. И, конечно, большое количество русских, россиян, граждан России хотели бы посетить Азербайджан. На форуме обсуждался новый формат послов русского языка от института Пушкина, которые сюда приехали со своей миссией. Возможно, если мы посмотрим на деятельность других культурных центров, например, американского, британского, других некоторых центров, они очень на регулярной основе проводят обучение для детей азербайджанских. То есть делают это уже ориентировку не на студентов, даже не на школьников, а очень часто на дошкольников, на дошкольный возраст. Наверное, здесь нам есть чему поучиться, есть куда развиваться с точки зрения распространенности русского языка. И последний вопрос, он адресован вам обоим. Как подведете итоги 9-го Азербайджана российского межрегионального форума, прошедшего в Баку в свете подписанных документов и озвученных заявлений? Это уже 9-й торгово-экономический форум между Россией и Азербайджаном. Это уже говорит о том, что если не было бы успехов других предыдущих форумов, то не состоялся бы в Баку в форум. Стороны в течение 6 лет планируют увеличить совооборот между Россией и Азербайджаном до 10 миллиардов долларов. Это огромный показатель. Во время форума, как и других предыдущих форумов, участвовали представители регионов, губернаторы, президенты, главы республик. Это говорит о том, что есть потенциал, и нужно воспользоваться потенциалом. Ведь не случайно, что за эти годы, после того, как первый форум прошел между Россией и Азербайджаном, то вооборот, не только между Россией и Азербайджаном, но и между разными регионами России и Азербайджана увеличивался. Азербайджан планирует и дальше открывать торговые дома, экономические дома разных регионов России. Азербайджан планируется развивать отношения с ними с каждым регионом. Андрей Владимирович, в каких сферах налажено особо тесное сотрудничество? Мне кажется, что в первую очередь это сфера транспорта, потому что реально и Россия, и Азербайджан заинтересованы в развитии проекта «Север-Юг», с участием Ирана в частности. И мы видим, что грузопотоки резко увеличиваются по этому направлению. Это энергетическое сотрудничество, потому что, в принципе, как я уже сказал, после подписания конвенции, президент Путин сказал на пресс-конференции, что он призывает российские нефтегазовые компании более активно участвовать в сотрудничестве с Азербайджаном. Ну и, наверное, стоит особенно отметить гуманитарное сотрудничество, которое сегодня, как я услышал на форуме, ведутся переговоры об открытии дополнительных филиалов российских университетов на территории Азербайджана. Ведутся переговоры об увеличении количества программ двойных дипломов. Некоторые азербайджанские участники даже сказали тройных дипломов, потому что они видят Россию и в двустороннем сотрудничестве с другими странами. Поэтому есть поступательное развитие во всех областях, особенно транспорт, энергетика, ну и, наверное, гуманитарная сфера. Спасибо большое за участие в нашей программе. Спасибо. Напомню об итогах визита президента России Владимира Путина в Азербайджан, а также прошедшем в Баку Азербайджан в российском межрегиональном форуме. Мы говорили с гостями нашей программы, политологом Зауром Мамедовым и старшим научным сотрудником Центра постсоветских исследований Института экономики Российской Академии наук Андреем Девятковым.